Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Наконец-то я вернулась и вернулась не с пустыми руками, а как вы любите, с очень классной переделкой. Это видео будет просто супер насыщенное на разные события, интересные какие-то моменты. Ну что, мы уже дома, сейчас быстренько уберусь со стола то, что осталось после ужина. У нас тут, как обычно, всех дольше копала с едой Софийка. И будем сейчас с Лешей разбирать сумки, что купили в общем магазине. Сейчас вам покажу. А ты нормально-то разговаривать у нас умеешь? Посмотрите, какая кукла очаровательная. Ну что, вы готовы к совместной мотивации? Мы будем в рекламе снимать. В рекламе, да нет. А София все ждет. Мы когда снимали интеграцию для кинопоиска, они же там снимались, и я им купила по кукле Лол. Они теперь требуют от меня сниматься в рекламе, чтобы получить новые куклы. Леш, ну что, тащи давай сумки. Будем все мыть. А, кстати говоря, нам пришел вот такой вот столик. С Лерри Дуд. Леша для гриля. Очень удобно. Разные секции. Лизуля, включи здесь свет, я покажу столик. Кто тут, кто тут крутится у меня под ногами? Это что за девчонка такая красивая, а? А Браслана у нас, конечно, уже так конкретно. Надо к грумеру будет идти на стрижку. Красоту наводить. Вот такой вот столик. Теперь у него здесь все разложено по красоте. Все специи, кедровые досочки. В общем, все приспособления. Очень классный и цвет такой прикольный. Все, пойдем. Пошли, пошли работать. Время уже вон полдесятого. Ну так ты давай, тащи. Я что, замашиваю эти сумки? А ты же принес? О, меня уже здесь ждет работа. Прекрасно. Прочее говоря... Ой, а ты вытираешь? Не употребляйся. Нет, и выставляешь все на ту сторону. Так, короче, у меня сейчас будет скоро просмотр Боя. Хабиба. А вот кому альбомы? Это тебе колу на занятия. На занятия это? Нет, вон. Это мне, на занятия. А вот и кредит. На самом деле. Что на занятии есть? Что на занятии есть? Вот так вот на ночь глядя, перемывая все продукты. Поставила вам камеру, чтобы вы понаблюдали за нами со стороны, как у нас это все происходит. Наверное, будет много вопросов, зачем это делать. Вы знаете, осталась какая-то привычка. Вот с весны, видимо. И сейчас я как-то уже не могу грязные продукты. Абсолютно это не связано никак с короной. А положить в холодильник. Мне кажется, у меня там все чисто или же это как я положу грязный. Но это какой-то мой, знаете, такой личный закон. Не обращайте внимания. Вот просто мы так делаем. Это стой нас на помазу? Да. Представляешь, мама, как вам купила? Белли так вот лежит. Иди, надо что-то. Пронцесс. Белли, иди ложись на подушку на свою. Все, ладно, ребята, у меня тут работа накопилась. Итак, время у нас 22.11. И мы разобрали все покупки. Давайте я вам сейчас быстренько покажу, что купили. Так, сладкое. Здесь что-то вкус вилл. Что-то просто взяли в метро. Зефир, пастила, клубничная, ванильный. Зефир ванильный. Шармель мне очень нравится. Вот такие взяла, смотрите, для выпечки кексов формочки. Это метро. Потом пергамент. Вот так мнется такой, в общем, получается прикольный. Это уже вкус вилл. Палочки хрустящие с солью. Кринделечки соленые. Вот такая вот халва воздушная. Очень вкусная. Меня Софика ее обожает. Метро взяла такое печенье. Датское. Первый раз берем. Оно там по скидке. Килограмм. И плюс у него хороший состав. Почему беру во вкус вилл? Потому что нет пальмового масла. Но какие-то кредельки. Я не знаю, вафли. Я, конечно, сама детям не сделаю. Потом очень вкусный. Вот такой вот ирис с кешью. Прямо обожаю. Вы знаете, с чашечкой чая. Такие хрустяшки. Грибочки тоже, девчата. Если у вас дети любят такие грибочки, то тут они без пальмового масла, без всяких гадостей. Вафли. У меня Леша любит вафли. Лиза любит вафли. Потом вот такой взяла себе попкорн. А вот с арахисовой крошкой. И здесь просто вот такой вот с карамелькой. Попкорн. Яйца. Яйца во вкус вилл нравятся. Которые домашние. Они даже идут без маркировок. Сейчас у них там появились обычные яйца. Раньше видела в холодильнике только такие домашние мини-бананы, девочка. Мы их не мыли, поэтому положили просто в пакет. Почему моем? Вы знаете, во-первых, осталась привычка с карантином. Во-вторых, у меня что Лиза, что София имеет привычку облизывать упаковку. То есть они могут взять, ну вот, например, бутылочку, облизать ее со всех сторон. Поэтому мою. Кокосовую стружку во вкус вилл взяла. Это кола. Это Леша взял вино. Значит, сок вишня. Что это у нас? Яблоко. Яблоко. Любят они вот такие вот иммунельки разные. Взяла им во вкус вилл взяла вот такой вот био-йогурт с клубникой. Виноград кишмиш. Тоже его не мыла. Потом микс салатов. Творог 5-9%. Из творога, который по суше, я делаю сырники, которые более такой пластичный. Меньше с него сыворотки сошло. Я использую для запеканки. Потом здесь мы взяли утиные грудки. Завтра будем готовить на гриле. Леша будет шитаки тоже для гриля. Будем готовить с букчоем кукурузу на гриль. Слоеное тесто без дрожжевое. Вы мне все советовали. Я взяла. Хочу на завтрак завтра сделать этот... Как он называется? С яблоком, с корицей, с орешками. Штрудель. Штрудель. Правильно. Такие вот хрустящие хлебцы. Они сейчас продаются абсолютно в разных магазинах. У меня дети считают, что это за чипсы. С удовольствием едят. Бекон на завтрак. Взяла попробовать там вот такие вот скрабики. Значит, с гималайской солью. Скраб кокос. Вот такой вот мыло-скраб кофейное. Вы знаете, цены по 140 рублей, конечно, гораздо дешевле, чем какие-нибудь решеи. Вот и же с ними. Потом колбаса. Здесь у меня колбаса вареная из индейки. Потом классика. Это все вкус вилла. Здесь говядина, свинина. Корейская морковка. Сосиски вот эти вот из индейки. И вот эта вот индейка с морковью и брокколи. Маленькие тортильи. Тоже очень хороший состав. И паштет-мус из утки. И здесь у нас остались только фрукты. Значит, здесь у нас апельсины на сок мандарины. Яблоки гренни. Какие-то яблоки такие типа домашние сезонные. И груша-конференция. И здесь у меня еще осталась голубика. Ее брала во вкус вилла. Голубик сейчас очень вкусный. Так, ну и вот здесь тетрадочки. Я, наверное, завтра просто протру чем-нибудь. Или они полежат у меня пару денечков. И все. Все мы разобрали. Спать? Нет, не слышали, да? Мы не слышали, что нам нужно спать. Да, Белля? Что? Еще со стола не убрали. Леша ждет бой. Ну и, конечно же, привести кухню в порядок. Убрать все с кухонного стола, чтобы со спокойной совестью иди спать. Сегодня есть силы, поэтому, несмотря на то, что уже поздно достаточно, я все прибираю, все промываю и оставляю нашу гостиную, столовую и кухню в абсолютной чистоте и порядке. Сейчас уберу все со стола и буду раскладывать уже покупки по местам. Еще не успела все это разложить. Все раскладываю в холодильнике, в контейнер. Мне очень нравится делить. У меня есть контейнер такой, знаете, для бутербродов. Там хранятся колбаса, сосиски. Я могу туда положить хлеб, лаваш, корейскую морковку, сыр и так далее. Взял контейнер и сделал себе бутерброд. И также очень удобно иметь контейнер, например, для каких-то детских перекусов, молочных продуктов. Я думаю, вы меня смотрите и сто раз видели уже, как организовано хранение меня в холодильнике. А что, спокойной ночи? Спокойной ночи. Пока. Завтра увидимся за вкусным завтраком. А какой завтрак будет завтрак? Я хочу яблочный штрудель приготовить. Штрудель и что это? Пирог такой вкусный. Я пока не буду. Ну, здрасте. Тебе бы одни блины есть. Да? Угу. Ну, хорошо. Блинчики будут. И тебе спокойной ночи? Да. И тебе спокойной ночи? Му-му-му. Приятных снов тебе. Вы знаете, у нас, мне кажется, просто самая ленивая собака. Посмотрите, как она ест. Сейчас хотела заснять. Она, в общем, встает сюда и вот так ест. Представляете, ей даже лень сойти и подойти. Она прям вот так, да? Ты прям так и кушаешь. Всем доброе-доброе утро. У нас мы спустились. Время без 29, но встала я пораньше. Я уже успела поработать, пока у меня тут все спали. И сейчас вам покажу. В общем, у нас уже 10-й сидят, завтракают обычными блинчиками. Я себе хочу штрудель приготовить, как вчера и говорила. Вот, возможно, я сейчас поеду. Пойду, в общем, побегу. Хочу начать бегать в лесу. Первый раз мой будет. Доброе утро. Доброе утро. Приятного вам аппетита. Софи, кушай, пожалуйста. Софи, Анька. Пододвинь. Какую тебе сегодня прическу делаю? Пододвинь. Остик. Так, девчонок причесала. А я все-таки буду готовить штрудель. Достаю слоеное бездрожжевое тесто, которое вчера во вкус Вилли взяла. Оно у меня как раз растаяло. Сейчас яблоки, орешки. В общем, посмотрю рецепт, так на память не помню. Но буду готовить такой облегченный вариант слоеного теста. Смотрите, что у меня получилось. Слоеное тесто раскатала. Яблоки почистила, нарезала такими небольшими кусочками. Я люблю пропускать яблоки, вот прям через такую штучку. Они получаются такими небольшими дольками. Очень удобно нарезать. К яблокам добавила 2 столовые ложки муки. Сахар на ваш вкус. Я не помню, сколько я добавила. Но я думаю, вы поймете, да, сладко вам или нет. И немножко корицы. Отдельно смешиваем орехи. Я взяла кешью и его прям покрошила хорошо. А миндаль мне нравится, когда попадается прям такой целиковый. Поэтому, ну, кое-где тут он подразмялся. Плюс панировочные сухари. Еще в рецепте сюда нужно добавить сливочное масло. Но я не буду, потому что, ну, слоеный тест само по себе очень жирное. Сейчас сверну в рулетик и положу в форму. Сворачиваю такой а-ля штрудель в рулет. Очень жалко, что только мне не казалось мороженого. Так было бы вообще здорово. Очень вкусное сочетание. Краешки я запечатываю. Но у меня форма, вы знаете, такая под хлеб. Поэтому там точно ничего не вылетит, не вытечет. Очень удобно. Выкладываю штрудель на пергамент. Чтобы потом было удобно извлечь его из такой глубокой формы. Вот так, видите, смазала молоком. 180 градусов где-то минут, наверное, на 30 я его уберу. Потому что он у меня такой, видите, прям большой. Но я его делала специально, чтобы у меня в эту форму он так хорошо вошел. Вот и будем наслаждаться вкусным завтраком. Ну а тут я решила вам поставить камеру со стороны посмотреть. Я села монтировать видео, немножко поработать, пока готовится штрудель. И дальше поделюсь с вами интересными новостями. Я закончила работу над видео. Сейчас оно у меня конвертируется. Буду выгружать. И пришла вниз. Тут Леша у меня, в общем, видите, чем занимается. Он мне проектирует камин. Наконец-то, возможно, сегодня. Сегодня у меня появится камин. Я, как обычно, в Пинтерест кучу картинок нашла. Я вообще, знаете, ну, например, есть у меня какая-нибудь идея. Я создаю доску. Там дизайн камина, видите. И там, ой, все засвечено. Разные-разные каминчики, которые я хочу. Я вам сейчас, наверное, даже фоточки вставлю. Посмотрите, что я хотела, что Леша показывала, что получится. Но, мне кажется, получится еще круче. Особенно его там все декорировать, если как-то. Сейчас вам покажу, что тут Леша рисует. Вот, видите, какой камин. Должен у меня быть. Ему все подробненько показывает. Тут полочка, тут еще одно. Вот. Но он мне сказал, что камин, в общем, построит. А вот эти все молдинги, это моя проблема. Буду сама клеить, как хочу. Куда хотим камин? Думала, вот туда. Но Леша говорит, будет фигня. Поэтому, наверное, мы вот эту консоль берем в какое-то другое место. А вот здесь очень классно встанет камин белый. И потом, возможно, мы вот вообще сюда поставим елку. Назовет камин, елка. Ну, камин, понятно, декоративный. Тут я просто свечи поставлю, что-то такое. Но, в любом случае, будет уже супер. Вообще, у нас в доме должен был быть камин. Но какой произошел косяк? У нас, как бы даже труба, у нас все вот выложено. Какой косяк? А работники, которые стали нам выкладывать вот эти вот трубы, они, в общем, начало выложили, как положено, красным кирпичом. А все остальное, короче, где не хватило, они выложили белым. Представляете? Ну, естественно, это нельзя эксплуатировать, и мы остались без камина. Хотя у нас по проекту должен был быть камин. И никак это уже невозможно было переделать. Поэтому у нас на крыше есть труба, ну, есть выход, а камина нет. Но вот, возможно, сегодня появятся такие у нас камин. Это, кстати, горяк вопрос о том, как нужно контролировать работников. Да, потому что вот такой косяк, вообще, как бы, как можно, да, об этом узнать? Даже я знаю теперь. Вот, и мы остались без камина. Сейчас вам покажу. Видите, вот тут разные пины, которые я сохранила, разные камины. Мне вот такой вообще очень нравится. Попросил Лешу тоже вот полочку сделать. Видите, как можно классно все это декорировать. И когда зеркало встроено, такой более простой. Ну, в общем, красота неимоверная. И к новому год будет тоже классно. Так, пойдемте, я вам покажу, что со штруделем у меня. Он у меня аж приготовился. Пока я тут работала. В общем, такой у меня не стал его сильно зарумянивать. Вот сейчас присыплю с сахарной пудрой, можно будет завтракать. Остатки, остатки роскоши вообще. Потрясающе, что они срезали. Красота. Сейчас нужно все это по вазам расставлять. Весь дом будет просто в цветах утопать. Пускай я поздний, но забрала себе вот такой вкусный завтрак. Всем приятного аппетита. А мне сейчас пришел подарочек от Леши. Подарила, знаете почему? Потому что сегодня, в воскресенье, ровно два года моему каналу. Давайте сейчас вместе посмотрим. Я еще сама не знаю, что там. Все запечатано. И я в предвкушении. Давайте вместе пошуршим пакетом. Смотрите, так. Вот такая сумка классная. Цвет очень приятный. Небольшая, все как я люблю. Можно повесить на плечо. Или через голову одеть. Очень удобно с детьми. Руки свободны. Так, здесь один кармашек что-то положить. И это натуральная кожа. Очень приятная. Так, сумочка. Первый мой подарочек. Смотрим дальше. Так. Это, я так понимаю, штаны. Ой, какой цвет. Посмотрите, молочный, классный. Вот такие вот штаны. Я сейчас все, конечно, померю. Просто с вами заглядываем вместе. Потом. А, это свитер. Ой, тоже классный свитер. Такой, смотрите, все сочетается. Я сейчас вместе померю вам свитер. И так, все здесь. И последнее. Это футболочка. Тоже очень красивый принт. Все в таких нежных тонах. Каких-то молочных, кремовых. В общем, я сейчас все мерю. Я вам образ целиком и покажусь уже. Ну что, покажу вам свой аутфит. Вот, футболочку одела. Свитер пока просто накинула. И вот такие вот нереально классные штанишки. Мне очень нравятся. Такие удобные. Хорошо так сидят. Вообще с карманами. Свободные. Буду ходить ему. Сейчас свитер одену и покажу. Ну вот и весь образ. Делаю я уже свитерок. Такая у него горловина. По рукавам не все хорошо. Размер у меня что штаны, что свитер. XS. Ой, слушайте, такой классный комплект. Я прям, Леша, очень-очень благодарна. Наверное, свитерок буду вот так подбирать. Сумочка тоже в цвет. Мне осталось теперь купить какую-то бежевую обувь. Я хочу сюда, знаете, такие меховые тапочки от Wealth Stories. Я давным-давно на них смотрю. Мне кажется, будет вообще просто супер. Вот, я очень довольна. Привет, Жанна. Вот и встретились мы с тобой спустя неделю. Продолжаем записывать влог. Вот, спустя неделю мы созрели на камин. Все обдумали. Да, все. Не спеша продумали. Почти. Вот, и сейчас Леша у нас занимается изготовлением каркаса. Он сказал, что вот купил такие бруски. Брусок 40 на 40. Леша сейчас его пилит под нашу высоту для жесткости конструкции. А вот, кстати говоря, это домик, который находится, где у нас терраса. Очень много вопросов было, что же здесь. По высоте мы сколько, Леша, решили делать его? Метр. По высоте у нас метр. Шириной метр двадцать, да? Метр. Тоже метр на метр. Пока я ходила, собирала девчонок, Леша уже собрал вторую такую перегородочку. Каждый на своих качелях. Лиза здесь. София решила качаться вон там. Я на самом деле вышла на улицу, вот знаете, чистик Леша, выбежала. А я в домашнем костюме. И так морозно. А девчонки у меня в таких теплых перчатках. Не потому, что как-то очень холодно и нельзя обычные перчатки надеть. Можно, но они тканевые. И поэтому все в порядке. Но они тканевые, а они вечно руками куда-нибудь лезут. И чтобы они, знаете, за пять минут у них не промокли и не испортились. Я им вот у нас на участке всегда надеваю такие теплые. Ну вот уже поздней осенью такой. Именно для того, чтобы ручки были сухие. У нас уже так похолодало, что я утеплилась. За то время, пока я отсутствовала, я съездила быстренько в магазин. Купила нам стейки на ужин. Сейчас детям положила макароны. В общем, соусом болоньеза, который я готовлю. И сейчас покажу, что Леша успел сделать, какой каркас для камина. Вот, смотрите, уже вырисовывается что-то. Вот такой у нас получился каркас. Леша сказал, чтобы не был холодец эдишина. И вот такая придумка. Чтобы он, в общем, был устойчивый. И сделали такой каркас. Ну, я думаю, понятно, что вот здесь пойдут вот эти вот колонны, скажем так. Здесь будет такая полочка. Я думаю, что получится все очень классно. Леша еще, наверное, я не знаю, замерила или еще замерит, какие вот эти вот щиты нужно будет покупать. И все, осталось дело за малым. Леша хочет, чтобы вот нам под размер выпилили прям в магазине, в котором мы будем покупать, да? Угу. В общем, придет Гатомир этими замерами. Да, сейчас он пойдет кормить меня ужином. Так, смотрите, я тут быстренько сделала салат. Помидор, огурец, болгарский перец я даже не доставала. Авокадо, рукола, соль, перец, оливковое масло. Все. Пока не перемешивала, потому что рукола, иначе там осядет. Принесла все специи и подготовила стейки. Ну как, я их просто промыла и обсушила. Сейчас Леша их пожарит. У нас такие уже, видите, совсем-совсем-совсем потемки. У тебя. Всем доброе утро, у нас уже с вами следующий день. Мы не так давно проснулись, позавтракали. Видите, у меня еще даже в спальне не убрато. Я быстренько сейчас привела себя в порядок, потому что буду снимать видео. У меня заказали рекламный ролик Алиэкспресс. Если честно, меня очень подкупило именно с трудничества, с этим огромнейшим гигантом, с огромнейшей торговой площадкой. Не столько товар, который они меня попросили прорекламировать. Мне прислали на обзор робот-пылесос Медея. Вот он у меня уже, ну сколько, недели три, наверное, на использовании, на тесте. В общем, поделюсь с вами своим мнением в ролике. И еще один мне прислали пылесос на обзор, тоже робот. Он от Xiaomi. И он, конечно, просто космос очень красивый. Но и цена там тоже небюджетная. Вот с этим пылесосом я прям согласилась, потому что хочу его оставить, потому что цена действительно на него кусачий. Он очень-очень красивый. Так, идут мои шпионы. Так что вот так честно, откровенно с вами делюсь. Кому интересно, пылесос от Медея тоже очень классный, тем более в своем ценовом сегменте. Там, я вот сейчас буду записывать, уточню цену. Там что-то, то ли модель, по-моему, есть даже за 6 или за 8 тысяч, за 12. Присмотритесь. В таком ценовом сегменте очень классные тоже вещи. Тем более, что он еще и моет. Вот, так что пойду сейчас уже одеваться и снимать интеграцию. Они попросили, чтобы это как-то было переплетено так с уборкой, как вот у меня видео выходит. Так что сейчас буду убираться из спальни и заодно снимать обзорчик пылесоса. Вот, и чуть попозже к вам уже подключусь, потому что будем сегодня делать камин. Ну что, смогли мы раскачаться с нашим камином только к вечеру по одной простой причине, что распилка работает с 3 до 5. Провели мы, наверное, где-то час в магазине. Камин мы хотим поставить на место вот этой консоли. Здорово будет смотреться. Мне кажется, я уже это рассказывала неделю назад, просто уже не помню. Ну вот, Леша принес уже готовые изделия, которые нам выпилили. Очень удобно. И если у вас нету, да, например, пилы циркулярные, да, она называется, можете всегда сделать это на распилке. Не только в Обе, в Белеруа Мерлен, в Косторами, везде это есть. Все это делается бесплатно. Главное – желание. Видите, как все классненько, да, Леша? Наконец-то уже перенес Леша каркас в дом, и мы приступаем к окончательной сборке. Вы видели, да, я вам показывала уже в Пинтерест, какие мне понравились картинки, фотографии. Посмотрите, что у нас получится в конечном результате. Но сразу хочу сказать, что, знаете, это такая универсальная, абсолютно база у нас получилась. Можно декорировать, играть, как вам только хочется. Столешницу или полку, например, можно сделать из мебельного щита, натурального оттенка, да, например, сосны, затонировать его. Вот один вариант. А задник вот этот, где полочка, можно, например, сделать не, скажем так, не пустым, да, а, например, ставить зеркало, да, или боковинки вот эти вот сделать зеркальные. В общем, играть можно как угодно. Множество вариаций. Это такая универсальная база. И очень здорово, что камин мобильный. Можно его вообще собрать где угодно. Обошелся нам такой камин в 3,5 тысячи рублей, мне Леша сказал. Мне кажется, это достаточно бюджетно и гораздо проще, чем, например, возиться с гипсокартоном, там, все это затирать, подгонять. В общем-то, Леша вот самое главное сделал чертеж, собрал по нему и все. Распилкой, как вам и говорила, мы пользовались в обе, они есть вообще везде. И вот эти вот бруски, которые Леша пилил, тоже там можно все это распилить. Самое главное все рассчитать. Повторюсь, у нас камин метр на метр, по-моему, получилось просто идеально. А у нас на самом деле уже второй день сборки, второй, да, получается, второй день сборки камина. В прошлый раз, ну, в общем, вчера небольшой косяк был в размере вот этой верхней столешницы. Сегодня Леша уже все переделал, прикрутил ее и сейчас, вот видите, уже, как это называется, молдинги, в общем, отмеряет. Будем приделывать, чтобы как-то он немножко заиграл, появился в нем объем. Сейчас вам покажу, в духовке стоит греческий пирог с панокопитой или с панокопитой, первый раз готовлю. Если понравится, обязательно поделюсь с вами рецептом. Сейчас Леша уже будет приклеивать молдинги. На самом деле, распилить вот эти молдинги под углом все это вывести ровно, это, наверное, было самым сложным моментом, но, по крайней мере, мне так показалось во всем этом процессе, потому что такая действительно достаточно кропотливая работа, учитывая, если там нету опыта, но Леша все равно справился огромнейше ему за это спасибо. И вы видите сейчас на экране такая полоска идет, ну, как сказать, видно, да, вот эти вот прессованные опилки у камина. Так вот, Леша купил какую-то пленку, утюгом ее прогладил, и вот эти вот все уголочки, через которых вина вот эта вот структура, они все запаялись в белый цвет, получилось очень здорово. Ну, и вот конечный результат. Ну, а теперь самое время все это оформить и задекорировать, чтобы камин заиграл. Ну, такой фальш, да, камин, поэтому я решила здесь разместить по каждой такую гирлянду. Из-за зелени искусственной, очень она мне нравится, как смотрится в интерьере, добавляю сюда подсвечники. Свечи, конечно, не подходят, не обращайте внимания, я их поменяю на что-то более такое пастельное. Добавляю постель, конечно же, гирлянду, потому что сейчас такое уютное время года, хочется уже каких-то, ну, лично мне, огоньков. Поэтому распределяю гирлянду, включаю раз, два, три, камин гори, и вот такая красота уже получилась. В нишу, которая находится внизу, я буду ставить свечи. Да, как сейчас у меня пока, знаете, нету вот с диодами свечей, я поставлю настоящие, но как поеду в Икеа, обязательно куплю свечи с диодами, ну, чтобы было максимально безопасно, и чтобы детки могли это все включать. А сейчас вам продемонстрирую с настоящими свечами, как это смотрится просто потрясающе. На сегодня я свое видео буду заканчивать. Если вам понравилось это видео, обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал и оставляйте ваши комментарии. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока и до новых встреч.